Я Путин Роман Игоревич, председатель недавно созданного комитета, Всероссийского комитета поддержки Путина, нашего президента Владимира Владимировича. И хотелось бы в начале своего выступления отметить следующие вещи. Первое. Откуда взялась идея создания этого комитета? Идея родилась у наших сторонников, у наших сподвижников в регионах, и они вышли с инициативой создания такого комитета в противовес тем силам, которые формируются в данный момент на территории России, за рубежом. И, к сожалению, мы видим, что эти движения противодействия нашему национальному лидеру не находят никакого отлика в стенах администрации президента. И мы взяли с соратниковами на себя такую роль, объединиться, чтобы создать единение нации вокруг национального лидера и устранить ту раздробленность, которую в последнее время мы наблюдаем в нашем обществе. Как раз вот по последнему вопросу, что касается раздробленности, мы очень живой пример видим на примере Республики Калмыкия. Вот именно та история, когда общество разделено на тех, кто за и против. И создавая комитет на территории Республики, в первую очередь мы ставим для себя целью объединить жителей Республики одной идеей – поддержки нашего национального лидера президента России. Мы все знаем, что действующие партии на территории России не находят их программы, не находят отклика в сердцах людей. И людям уже без разницы, какую политическую окраску имеет тот или иной политик. Они смотрят на конкретные дела, смотрят на его человеческие качества. И, к сожалению, здесь мы не находим тех ярких лидеров политических партий, которые могли бы взять на себя эту роль. И в противовес этому мы видим, наоборот, у оппозиционных движений, тех самых лидеров, имена которых уже стали именем нарицательным. Именем нарицательным именно протестного движения. И в связи с этим, поддержав инициативу наших коллег, они попросили меня возглавить это движение. Мною было принято непростое решение принять это предложение. И в данный момент я избран председателем этого комитета. И мы начинаем работу по открытию региональных отделений комитета во всех регионах России. Одним из первых регионов, который поддержал нас, это республика Калмыкия. И мы сегодня здесь, с той самой миссией открытия отделения. Пользуясь случаем, хотелось бы призвать всех вступать в наши ряды комитета. В ближайшее время открывается у нас электронный сайт движения. И мы этому событию посвящаем очередную пресс-конференцию в городе Москве, где как раз расскажем о принципах работы комитета и принципах работы электронной площадки, которую мы открываем. То Калмыкия идет в первых рядах по созданию республиканского отделения, но вместе с тем 19 регионов России уже вступили в комитет. И на ближайшей пресс-конференции, которая планируется в 20-х числах апреля, мы надеемся, что число регионов, которые объединят этот комитет под одним единственным лозунгом, что объединяйтесь вокруг своего лидера и все, кто за, это наши союзники, вне зависимости от партийных принадлежностей. Мы надеемся, что их будет порядка... Вот на сегодня у нас заявка порядка 61 регион уже есть. Поэтому вот поддерживайте, распространяйте это движение. Вы прекрасно понимаете, что оппозиция работает с умным голосованием, это технология, и мы должны противостоять ей, показать всей стране, сколько людей поддерживает первое лицо. Все. У меня все. Николай Николаевич, ну в связи с этим вопрос, можно докучиться технического характера, поскольку мы затронули работу комитета. Основные его составляющие, или это все будет озвучено на большой пресс-конференции, которую вы наметили? Нет, основные составляющие, Роман Игорьевич их уже обозначил, если вы выйдете на улицу, то вы не увидите окраса КПРФ, ЛДПР, СР или еще кто-то. То есть партийная принадлежность, особенность современности заключается в том, что партийная принадлежность Российской Федерации, она уже не играет никакой роли. На улицах, если вы людей будете спрашивать, они вам ответят только на один вопрос. За или против? И все. И вот в связи с тем, что активизировалась оппозиция, а со стороны, скажем так, сторонников, а их гораздо больше, ну возьмите все социологические опросы последнего времени. Единая Россия еле-еле за 20% переваливает, а у президента устойчивый рейтинг порядка 50%. Спрашивается, а где 30% остальные, которые поддерживают президента, но при этом не хотят, например, голосовать за Единой Россию? Значит, они остались на диване. Вот чтобы этого не было, мы хотим их объединить, сплотиться, и как в свое время был лозунг пролетарии всех стран соединяйтесь, у нас как раз сторонники Путина объединяйся. Будет вот примерно такой лозунг. Спасибо, Андрей Николаевич. Поскольку, как говорится, в регламент был внесен, такая вот составляющая, потому что все-таки информация и, будем так говорить, презентация части комитета в Республике Калмыкия, если у вас есть вопросы, дорогие эксперты, мне кажется, было бы логично задать. Либо мы это сделаем в процессе, в процессе работы, и, чуть погодя, у каждого, кто-то, как говорится, состоит определенное мнение и будет какие-то вопросы. Аминдут Мана Хальмыктанчинова-Нампин. Добрый день, уважаемые коллеги. И благодарю, конечно, Буничу Николаевича Галзанова, как руководителя Калмыцкого регионального отделения Российского общества политологов, за приглашение принять участие в очередном заседании «Круглого стола», тем более на такие, наверное, актуальные темы, которые, в принципе, мы обсуждали. Это выборные процессы в Государственную Думу Российской Федерации. И первый вопрос, наверное, реформы Владимира Путина, значение реализации перспективы на примере Республики Калмыкия. Ну, я обозначу свое выступление буквально в отведенное время. Бунича Николаевич определил это 5-7 минут. Хочу обозначить то, что сегодня состав участников «Круглого стола» достаточно солидно. И сам визит Романа Игоревича в Республику Калмыкия говорит о том, что все-таки «Добрые перемены» и та инициатива, которую сегодня создала межфракционная группа депутатов Народного хурала, фракций, всех фракций, представленных в Народном хурале, говорит об объединении, наверное, вокруг нас одного человека, лидера, гаранта Конституции, президента Российской Федерации. Ведь не случайно 25 сентября 2019 года группа депутатов, обратившись к открытым письмом в адрес президента страны, просила, как гаранта Конституции Владимира Владимировича Путина, помочь в решении двух злободневных проблем на территории Республики Калмыкия. Небольшой экскурс в историю, когда мы с вами направляли письмо в адрес президента страны, ситуация с ковидом на территории Республики Калмыкия сводилась к следующему. В том адресном письме в адрес гаранта Конституции говорилось о той непростой ситуации в системе здравоохранения, в которых работала Республика Калмыкия на тот момент, и было всего лишь 71 летальный случай на территории Республики Калмыкия. Буквально с 25 сентября, сегодня, коллеги, 7 апреля, у нас 320 летальных случаев. Наверное, эта ситуация говорит о том, что все-таки своевременное обращение межфракционной депутатской группы в адрес президента Российской Федерации о необходимости строительства быстровозводимого многофункционального госпиталя на территории Республики Калмыкия с последующим использованием под инфекционную больницу на территории Республики Калмыкия с количеством 200 мест. Это было практически как бы обосновано. И на сегодняшний день, после обращения в адрес президента Российской Федерации, у нас пошли подвижки. То есть сегодня правительством Республики Калмыкия уже определено место, разрабатывается ПСД, и несмотря на сложившуюся ситуацию, мы думаем, что первый квартал, с учетом того, что мы большинство представляющиеся депутаты Народного Хурала в рамках парламентского контроля будем требовать сроки выполнения данного поручения, которое было дано президентам Российской Федерации. Второй вопрос, который мы обозначили в открытом письме президенту Российской Федерации, вопрос с засухой. Ведь не случайно я обращусь в историю Владимира Владимировича Путин в 2005 году, посетив Республику Калмыкия с одной целью. Вы, многие из вас, были коллегами и участниками, в том числе и я, поскольку как раз мы работали по обсуждению тех вопросов, которые обсуждались на круглом столе. И основной вопрос – это развитие сельского хозяйства в Республике Калмыкия, поскольку основная отрасль Республики Калмыкия – это сельское хозяйство. И вы помните, те поручения, которые были даны в 2005 году, они легли в основу не только отдельной государственной программы развития сельского хозяйства в Республике Калмыкия, но они легли в основу сегодня целого комплекса федеральной государственной программы. Они за горами. Я думаю, что это реализация еще одного национального проекта развития сельского хозяйства на территории РФ. Ведь Республика Калмыкия сегодня флагман и программа импортозамещения, которая озвучена сегодня и профильным министром сельского хозяйства, она для нас с вами, коллеги, не несбыточная мечта. При том уровне государственной поддержки, который может быть адресно оказанной Республике Калмыкия, мы можем выступить мясным поясом и показать пример другим субъектам, что мы можем обеспечивать своей сельскохозяйственной продукцией при адресной поддержке региона РФ. Это письмо было адресовано в условиях того, что та засуха, которая сложилась в Республике Калмыкия, а мы, как депутаты народного хурала, обращались в рамках парламентского контроля в правительство Республики Калмыкия о своей временности выделения финансовой помощи на то, чтобы предупредить, упредить эту ситуацию. В итоге эта ситуация обернулась тем, что сегодня подписано по поручению президента РФ Распоряжение председателя правительства Мишусина в отделении 562 млн. рублей на поддержку 54 сельскохозяйственным предприятиям и 1114 крестьянско-фермерских хозяйств на территории Республики Калмыкия. Мы с вами, коллеги, понимаем, что этих средств недостаточно, ведь приезд и рабочей группы после нашего обращения в адрес президента РФ и из Министерства сельского хозяйства РФ подтвердил, наверное, в первую очередь необходимость системного изучения той ситуации, в которой оказалась Республика Калмыкия. И я благодарю сегодня, пользуясь этой площадкой, в присутствии Романа Игоревича, наших депутатов, руководителей фракции КПРФ, руководителя фракции «Справедливая Россия», наших депутатов, которые и «Единой России», в том числе, которые присутствуют здесь, Арслан Борис, которые не побоялись и обратились с этим открытым письмом в адрес президента Российской Федерации. Ведь мы же понимаем, что кроме нас самих и гаранта Конституции в этой ситуации нам никто не поможет. И в рамках парламентского контроля сегодня мы с вами контролируем реализацию на территории Республики Калмыкия 11 национальных проектов, 36 региональных проектов, встроенных 18 госпрограмм. Эту работу мы с вами, коллеги, продолжим. Необходимо, как бы учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, обратиться, в том числе с присутствием Романа Игоревича, с необходимостью все-таки решения следующих вопросов, которые напрямую интересуют граждан Республики Калмыкия. Это вопросы тарифов на электроэнергию, которые мы обсуждали и на предыдущем круговом столе, не только для поддержки малого и среднего предпринимательства, но и льготные тарифы для населения Республики. Ведь мы с вами понимаем, из чего складывается структура тарифа на электроэнергию, оптовая цена, независимая оценка, свободный рынок поставщиков. Но, тем не менее, адресные этой поддержки на территории Республики Калмыкия очевидны. Второй вопрос, который необходимо с учетом сегодняшней ситуации поднять, это адресная поддержка сельскохозяйственной отрасли Республики Калмыкия. Без поддержки дополнительной с федерального бюджета говорить о том, что мы сегодня выживем и дадим сельскохозяйство, скажем так, составляющую сельскохозяйства в рамках овалового регионального продукта, очень сложно без существующей и необходимой поддержки. Поэтому, коллеги, завершая свое выступление, хочу сказать об одном. Сегодня мы, как межфракционная группа, сегодня мы, как общественники, об этом на прошлом круглом столе сказал Александр Леонидович Стрезой, правда, его сегодня нет, к сожалению, профессор. Он сказал о том, что вы сегодня объединились под одну цель, да, республика у нас одна, это действительно так. Поэтому, ценя ту историческую составляющую, зная о том потенциале, который есть в республике Калмыкия, при этом, говоря о том, что сегодня региональная власть не дорабатывает, при этом, говоря о том, что без мер социальной поддержки и адресной поддержки с федерального бюджета мы не сможем прожить. Я думаю, что об этом надо говорить. И об этом надо говорить сегодня с участием Романа Игоревича. Спасибо, коллеги, у меня все. Добрый день, коллеги. Я хотел тоже поблагодарить за приглашение на этот круглый стол. Но я буду очень короток. Дело в том, что Саглара Александровна, в принципе, осветила те болевые точки на сегодняшний день, по итогам 2020 года, и те перспективы, которые нас ожидают, если мы, например, не примем какие-то объективные меры для того, чтобы в экономике Республики Калмыкия наступил медленно, но все-таки в точке роста, которую мы с вами уже определили. И национальных проектов, и государственных проектов правительства Республики Калмыкия. Но ситуация, естественно, конечно, сложная, и во внутренней и внешней политике вы сегодня прекрасно понимаете, почему у нас в стране президент уделяет внимание национальной безопасности, значит, на сегодняшний день и на Западе, и в Арктике, и на юге страны, значит, подведены какие-то, проведены, вернее, учения, и сегодня они продолжаются, значит, это не случайно все это делалось, почему? Потому что тучи, в принципе, над Россией сгущаются, мы заложены, и, видимо, это уже стало таким единым порывом, для того, чтобы все-таки мы были единые нации, значит, и если сегодня говорит о том, что необходимо объединиться вокруг национального лидера, по всей видимости, такая необходимость, она появилась. К сожалению, например, вы сегодня понимаете, что во время пандемии, значит, мы, значит, внутренний валовый продукт в прошлом году, это было примерно где-то, значит, 3% в этом году увеличение происходит, значит, если в 2020 году страна потеряла бюджеты, не хватало бюджета 3,5 триллиона рублей, то в 2021 году, значит, в перспективе у нас будет еще больше. Поэтому в этой ситуации, конечно, все это и падает на наш регион, на Калмыкию. Более того, вы знаете о том, что, например, в прошлом году это была засуха, саранча, пандемия, естественно, конечно, дестабилизация будем на сегодняшний день, общественно-политической политической ситуации, значит, на сегодняшний день она вышла из-под контроля, неуправляема, к сожалению, например, есть какие-то внешние силы, которые в этом, значит, поучаствовали, и внутренние силы, и нас это очень сильно беспокоит. Почему сегодня мы, фракции Народного Урала Республик Калмыкии, создали межфракционную группу, потому что для нас будущее нашей республики не является пустым, так сказать, звоном или еще чем-то, потому что мы на встречах с населением республики чувствуем обеспокоенность наших рядовых граждан, которые все это видят, и, к сожалению, пандемия, в принципе, она обостряет, вот эти вот, как бы скажем, отдаляет друг друга и гражданское общество, и, естественно, конечно, государственную власть. Хотел бы остановиться на болевых точках. У нас есть такой генеральный план, значит, водоснабжение республики Калмыкия. Вот, пользуясь присутствием наших гостей, хотел бы обратить внимание. Вот на сегодняшний день заморожено водохранище Лесинское водохранилище, которое, в общем, должно питать город. Почему это происходит, значит, причин, в принципе, которые сегодня федеральная служба предъявляет, я, например, не вижу причин для того, чтобы необходимо было, так сказать, его замораживать. Второй вопрос. Я сегодня был буквально удивлен. На днях, значит, хочу вам доложить, ФБГУ Калым-Мелеводхоз передается Астраханской области. Это вообще, я не понимаю, среди чем это связано, значит, подписано, я не знаю с кем, но это было Министерством сельскохозяйства Российской Федерации. Ну, все прекрасно понимают. У нас прошла зашивка. Мы сегодня с вами потеряли вообще около 6 миллионов гектаров пастбищ. У нас сегодня идут, значит, падеж идет скота. Мы теряем, например, основу свою, скотоводство. И в это время, значит, федеральный орган принимает такое, не пойму, почему такое решение, чтобы передать, значит, ФБГУ Волгоградской области. Почему так? В чем дело? Это, кстати, не первые, значит, федеральные службы переносят, значит, в Волгоградскую область, в Астраханскую область, значит, в Ростовскую область, значит, федеральные службы, которые обслуживают, значит, два региона. Эта тенденция продолжается. Если, например, Калмель-Водхоз будет передан в Волгоградской области, я могу еще другой пример спросить, это будет тогда так же, когда Патрушев был, значит, председателем правления филиала Россельхозбанка, вернее, Россельхозбанка, он упразднил филиал в Калмыкии, который передал Красноярскому краю. И сегодня мы отсекли, значит, наших сельхозьясных товаропроизводителей, значит, причина? Ну, причина такая, значит, как в Губусском кругу, вот сказали, они там воруют деньги. Тогда был вопрос, говорит, извините, а кто этих людей набирает-то? Мы что, мы поставляем, что ли? Вы же их проверяете, значит, глубоко копаете, значит, берете к себе на работу. Это ваши работники. Вы с ними должны работать. И поэтому, значит, на сегодняшний день мне совершенно непонятно, значит, вот сегодняшнее такое движение Министерства сельскохозяйства Российской Федерации переводить, значит, ФБГУ из-под контроля, значит, в принципе, республики, она не контролируется федеральным органом, Министерством, значит, сельского хозяйства, переводить его в городскую область. Я бы хотел, бы, пользуясь случаем, значит, если есть такая возможность, посмотреть, и мы, в принципе, готовы, значит, объяснить ситуацию, которая сложилась в нашей республике, и не хотелось бы, чтобы это такие бездумные решения принимались на таком федеральном уровне, значит, так это говорит о том, что, в общем-то, подставляет и правительство республики, вернее, страны, значит, и самого, значит, президента, принимая такие, значит, вещи. Вот у нас вот сокращение пазбищ идет на сегодняшний день, так, более, значит, сколько там лет уже, после, значит, 56-58 года, значит, вопрос не решен, у нас пазбища своих не хватает, мы сегодня должны сокращать даже свое, значит, овцеводство и скотоводство, крупно-рогатый скот, а 390 тысяч гектаров, значит, по Страханской области у нас гуляют, значит, мы до сих пор не принято решение, кто должен эти вопросы принимать, мы ставим его и говорим, что у нас сегодня мы остаемся без пазбищ, когда эти пазбище восстановятся после прошлого года, тоже очень сложно говорить, вы смотрите, сейчас по погоде посмотреть, и думалось бы все-таки, чтобы решения, которые принимали, все-таки согласовывали, значит, с республикой, с теми службами, которые непосредственно занимаются, и вот эти вот вещи, в принципе, на сегодняшний день, они каким-то образом, в общем-то, влияют на ту ситуацию, которая сложилась, одно из первых, одно из первых таких, скажем, пожеланий, вот, будущему, не будущему, а вообще в правительстве республик Калмыкия, значит, это, естественно, конечно, эти вопросы необходимо прорабатывать не только у себя в кабинете, так, а с гражданским обществом, с общественно-политическими силами, значит, у нас очень много авторитетных людей, экспертов, которые, в общем-то, очень хорошо знают глубинные какие-то вещи, которые происходят у нас в экономике, в общественной политической жизни, значит, да и вообще имеют авторитетное влияние, значит, среди населения республик. Думаю, что вот такая связь между гражданским обществом, значит, и руководством республики Калмыкия, она у нас положительные результаты на сегодняшний день. Спасибо. Ну, я очень рад, что у нас на территории республики, вообще на территории Российской Федерации создаётся такой комитет поддержки, да, курса президента, и я так понимаю, что это ещё одна будет контролирующая общественная организация, которая будет влиять влиять на деятельность исполнительных органов власти. И для нас, например, для общественников на территории региона, мы уже демонстрируем определённое сотрудничество и влияние на исполнительную власть нашей республики. И для меня, вот лично, так как для в том числе лидера общественного мнения, например, очень тяжело, например, достучаться до главы республики в связи с при наличии нарушения им явных явных нарушений законодательства не только республиканского, но и федерального. И мы от общественности пишем заявление правоохранительного органа и в администрацию президента, и только тут же идёт отклик, то есть на местах это очень тяжело. Если у нас будет такой комитет работать на территории республики и будет влиять на действия власти в регионе, то для нас, как для общественности, это очень положительный и очень проразитивный момент. По данному поводу у меня всё, Николай Николаевич по созданию. комитета по вопросу реформы Владимира Путина значения реализации перспективы на примере. Я к этому вопросу не готовился, поскольку готовился ко второму, но по данному вопросу я хотел бы сказать, что национальные проекты, которые, согласно майским указам президента, разработаны, на территории республики запланированы, и как-то они ведутся, но на сегодня мы их полного и точного исполнения в срок не наблюдаем. То есть здесь тем самым показывают то, что президент поручает, разрабатывает программу, это сделает, но на местах исполнение этих проектов хромает. И в связи с этим я опять же еще одна система контроля, в том числе национальных проектов, то только с радостью к этому относимся. У меня все благодарит. Очень рад поблагодарить Сергею Александровну Бакину за приглашение. Конечно, рад поучаствовать. Диалог нужен. То, что если у нас появится такая структура, такое движение, комитет, если он будет реально той площадкой, которая будет доносить мнение регионов о ситуации, об оценках, я считаю, это будет неплохо, потому что Москва далеко, а проблемы регионов они здесь рядом. И не всегда есть возможность как бы достучаться. Как вот Санал Валерьевич говорил, что иногда проще получить обратную связь от администрации президента, чем от региональных властей. Калмыкия не секрет, она уже много лет находится в таком социально-экономическом кризисе и занимает последние места во всех рейтингах. Люди разочарованы. У людей большое разочарование в той ситуации, в какой они находятся. На этом фоне наложилась еще полная некомпетентность руководителя, главы республики Хасикова, которая привела к расколу и к дестабилизации политической ситуации. Потому что Калмыкия как регион, она хоть и жили, у нас тяжело, хоть и был кризис, но у нас была политическая стабильность до последнего времени. И вот на этом фоне предстоящая кампания, выбранная в Госдуму, чревата тем, что ради достижения неких результатов будет применяться в избыточной форме административный ресурс, фальсификации, что еще больше протестный электорат. И поэтому хотелось бы, чтобы данная структура она заработала и выступала некой площадкой, некой трибуной, которую будут слышать. Создание еще одного комитета это, конечно, очень хорошо. Я обычно, ну как в республике меня знают как достаточно человека критичного относящегося к власти, действующего, ну к любой действующей власти. Ну это обусловлено не тем, что я, допустим, какой-то человек не переговороспособный, не договороспособный. Суть заключается в том, что власть это в первую очередь ответственность, ну насколько я понимаю, в первую очередь власть это ответственность. и когда руководители не понимают, что они отвечают, несут огромное ответственность. А национальные республики власть это вдвойне, наверное, больше накладывает отпечаток, потому что если брать на примере нашего народа, он достаточно по численности малый, да, хотя у нас великая история, у нас мы один из народов, который создавал это государство, наверное, отношение в стране к национальностям, к развитию культуры малых народов, наверное, должно быть все-таки более бережным. Все-таки необходимо всегда в своей власти, всегда в своей деятельности нужно очень бережно относиться к этому. И если мы не будем находиться в диалоге, то есть общество и власть, конечно, мы тогда ни к чему хорошему не придем. Я думаю и надеюсь, конечно, что подобный комитет, когда он, ну, как вы говорите, что он наберет авторитет, силу, будет представлен во всех регионах страны. Мне хотелось бы пожелать, чтобы этот комитет стал действительно тем инструментом, который позволит власти быть ответственной и дать людям надежду, людям надежду, что ситуация будет меняться в лучшую сторону и что люди будут услышаны. обратная связь, я кибернетик по образованию и управления без обратной связи никогда не бывает. Поэтому обратная связь всегда необходима, поэтому я хотел бы пожелать комитету, чтобы он вот эту ответственность понимал перед людьми, перед обществом. Благодарю калмыцкое отделение РОПА за возможность выступить на сегодняшнем круглом столе. Очень рад приветствовать Романа Игоревича Путина, который приехал в республику Калмыкия и завтра будет в городе Волгограде с похожей миссией и волгоградцы уже ждут встречи с ним. Завтра в 15 часов в одном из конференц-залов отеля Волгоград пройдет круглый стол с участием Романа Игоревича. Согласие уже такое получено. Я знаю, что там будет тоже достаточно серьезное присутствие и общественников, и политических партий. Уже лидеры трех фракций в областной думе заявили о готовности прийти на эту встречу и так далее. Интерес большой стороны региональной администрации. Поэтому я думаю, что сегодняшний такой колумыцкий разогрев завтрашней Волгоградской встречи на самом деле очень интересен. Вот это появление Романа Игоревича Путина в Нижнем Поволжье в апреле мне кажется очень важным для всех регионов Нижнего Поволжья Калмыкия и Волгоградской области надеюсь и Астраханская тоже не будет забыта. И поэтому я конечно считаю, что мы будем на самом деле говорить сегодня об общих проблемах. У нас конечно безусловно разные ситуации в регионах, у нас разные типы руководителей регионов, но я думаю, что очень многие проблемы похожи. И в частности одна из важных проблем, о которой сегодня говорит и мой коллега Андрей Николаевич Миронов и Бунча Николаевич эту тему поднимал, и Арман Геевич затронул, Саглара Александровна тоже об этом этой темы коснулась. Пандемия изменила очень серьезно наше общество, все российское общество, отдельные региональные сообщества в том числе. И одно из следствий этой пандемии на самом деле колоссальный рост недоверия, который фиксирует социологи практически ко всем институтам, практически ко всем политическим партиям, общественным организациям, муниципальным, в частности, органам власти, да и региональным очень многим структурам и так далее. То есть сегодня мы оказались вот по итогам этой пандемии оказались в большом таком политическом вакууме, в котором очень много слабых игроков, слабых политических сил. При этом это было связано с тем, что во многом люди не почувствовали реальной отдачи и реальной помощи со стороны политических партий, включая партию власти, в ходе вот этой пандемической шоковой терапии, этой шоковой акции. И поэтому сегодня возникла ситуация, при которой, как ни парадоксально, партии сегодня начинают не столько конкурировать между собой за влияние на избирателей, они по большому счету оказались в очень похожем положении. Сегодня на самом деле политическим партиям, особенно, скажем так, конструктивным фракциям в этих политических партиях, включая парламентские партии, важно не столько конкурировать между собой, мне кажется, особенно на уровне регионального, региональном, муниципальном уровне, а взаимодействовать, искать точки для сотрудничества. И вот сегодня, на мой взгляд, важная миссия вот этого комитета, который Роман Гриевич презентует сегодня в Калмыкии, он заключается в том, что, на самом деле, нужна точка сборки для такой солидарансы, необходима какая-то площадка, которая будет выступать в роли, ну, если хотите, такого добровольного модератора, да, который вот помогает договариваться с самым разным политическим силам. Именно ради конкретных задач, да, связанных не столько с большой политикой, сколько с конкретными проблемами в отдельном регионе. Вот мы услышали то, что Николай Генеевич сказал, Санна Александровна, мы все услышали конкретные проблемы в Калмыкии, завтра мы услышим конкретные проблемы в Волгоградской области, наверное, чуть позже в Астраханской. И это говорит о том, что, на самом деле, по большому счету, конечно, политическая конкуренция в ходе выборов в Государственную Думу, она будет иметь место, безусловно, но эти выборы закончатся через полгода. А жизнь будет продолжаться. И потребность в площадке, в структуре, в политическом актере, который помог бы договариваться конструктивным группам или конструктивным фракциям в регионах, очень важна. Вот в Калмыкии есть уникальный опыт, который вот и Роман Грич сегодня о нем вспоминал. Это межфракционная депутатская группа. Уникальная совершенно вещь, для России уникальная. И, по сути дела, сегодняшнее, я так понимаю, создание комитета к поддержке Путина, оно будет, по большому счету, основываться на практике работы этой группы и, соответственно, общественных сил, которые вокруг этой группы объединились. Мы уже много раз об этом говорили и на последней встрече, которую Бунчей Николаевич проводил около месяца назад, о том, что, по большому счету, сегодня так получилось, что в Калмыкии из-за того, что власть, исполнительная власть регионально неэффективна и не в состоянии справляться с очень многими задачами, в том числе, абсолютно проваленная, на мой взгляд, ситуация во внутренней политике, и получилось так, что как раз депутаты и представители конструктивных политических сил от других партий, не только от Единой России, и даже не столько от Единой России, к сожалению, они сегодня пытаются искать формы взаимодействия, сотрудничества, поиска компромиссов, учиться договариваться ради достижения общей цели в регионе. И это, конечно, опыт бесценный, я думаю, что абсолютная идеология подобного рода объединения депутатского, она полностью соответствует и пересекается с идеологией, из миссий, которые декларируют Комитет поддержку президента Путина. Поэтому я думаю, что здесь, что называется, сам Бог велел объединять усилия, и, конечно, я думаю, что Калмыкия опять сегодня оказывается, не зря Николай сказал, что Калмыкия в числе первых регионов страны, которая занимается сегодня реализацией практически проекта Комитета поддержки Владимира Путина, она, по сути дела, и этот опыт тоже встраивает вот этот новый федеральный проект, который Роман Гирич сегодня представляет. Я думаю, что это уникальное сочетание конструктивных инициатив, которые звучат из Москвы и поддерживаются регионами, и, собственно, идут параллельными курсами. Это тот случай, когда эти инициативы объединяются. Я думаю, что это прекрасная вещь, очень интересная с точки зрения политических технологий и практической политологии, интересная очень. Я думаю, что они даже когда-нибудь напишут диссертацию на эту тему. Может, даже доктор, что мой друг Эдуард Мукуров напишет об этом. Потому что не дал, что он уже написал. Так что, поэтому я думаю, что проект великолепный, очень интересный, потенциалы очень высокие. Я вижу, слышу наших коллег, которые сегодня, которые люди очень искушенные и очень хорошо знающие калмыцкую политику. Тем не менее, они сегодня выражают пусть осторожный, но оптимизм в том, что такая структура будет работать, потому что в ней есть потребность, на нее есть запрос. Это очень важно, когда структура создается не потому, что кому-то, кто-то захотелось, давайте сегодня мы поиграем в какой-нибудь комитет или еще что-нибудь. На это есть запрос. В чем важность комитета в поддержку Путина, на подобного рода политическую инициативу есть сильный запрос снизу, с регионов. И поэтому, здесь уникальная, на мой взгляд, ситуация, которую нужно воспользоваться. Этот шанс нельзя упускать. Я надеюсь, что все хорошо будет с комитетом в поддержку Путина и в Калмыкии, и в Волгоградской области, и в других регионах России. Мы, вот те цели, которых сегодня докладчики Санна Александровна, Роман Игоревич, Николай Родниевич ставят, я думаю, что они будут достигнуты. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Спасибо большое. Живя и проживая в республике, учитывая свои национальные особенности, душой болеем за происходящее в республике. Ведь не случайно все выступающие представители общественно-политических сил республики Калмыкия подчеркнули очевидную вещь. Власть в республике, к сожалению, неэффективна. На сегодняшний день нет диалога между гражданским обществом и органами государственной власти. Нет возможности элементарного взаимодействия депутатского корпуса с органами исполнительной власти республики. Ведь мы, как депутаты, обращались к главе республики, поскольку он сегодня высшее должностное лицо, субъекта Российской Федерации, все-таки послушать внятную прозрачную политику. Мы же читаем и в информационных СМИ. Да, у нас сегодня принята стратегия социально-экономического развития республики Калмыкия до 2030 года. Да, у нас сегодня есть постановление правительства об оценке эффективности реализации государственных программ на территории республики Калмыкия. Да, у нас сегодня есть 36 региональных проектов. Да, республика Калмыкия участвует в 11 национальных проектах, и мы являемся также свидетелями того, что сегодня есть акты прокурорского реагирования о нарушениях сроков реализации строительства на территории республики Калмыкия объектов, обозначенных в послании президента. Ведь для каждого депутата Народного курала парламента республики Калмыкия 6-го созыва послание президента Российской Федерации к федеральному собранию является настольной книгой. Когда у нас в рамках правительственного часа выступает профильный министр, мы задаем вопрос, что сделано, каким образом создан ресурсный центр в рамках национального проекта образования, что сделано по строительству ковидного госпиталя, который в принципе был обозначен в рамках национального проекта развития здравоохранения. И когда мы не слышим обратной связи, а если мы как представители законодательной власти не слышим обратной связи, мы не можем донести это до граждан республики. Ведь у нас всегда в республике Калмыкия мы сегодня занялись тем, что мы критикуем работу первого президента республики Кирсана Николаевича Люмжинова, второго главы республики Алексея Маратча Орлова, но при этом мы перестали ценить ту объективную составляющую, те положительные примеры, которые были в работе этих руководителей. От этой практики необходимо уходить. Ведь и Андрей Николаевич, и Николай Оргенеевич, и Савер Павлович, и Юрий Викторович, и Санал Валерьевич подчеркнули, почему мы создали межфракционную группу, потому что мы решили, что если сегодня власть неэффективна в республике, нам может помочь только президент Российской Федерации. Я люблю повторять слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, когда он обращался с посланием к депутатам Федерального Собрания, он сказал, ведь Россия у нас многонациональная, мы один народ, мы единый народ, и Россия у нас одна. То есть у нас с вами, коллеги, не будет Родины. Сегодня мы в силу политической объективности, хоть Бунчай Николаевич про это не хочет говорить, о том, что необходимо не привязываться к политической составляющей, но об этом надо говорить. Сегодня мы в своей родной республике остались без работы в силу субъективных причин. Когда мы видим налицо провал кадровой политики, когда мы видим налицо провал бюджетной политики в республике Калмыкия, когда структура государственного долга республики Калмыкия состоит из 71% коммерческих кредитов. И тут же Владимир Владимирович Путин, как президент страны, говорит на одном из совещаний, да надо бить по рукам руководителям субъектов, которые берут коммерческие кредиты. При этом мы забываем о том, что работает система бюджетного финансирования, которая прекрасно работает, которые пользовались в рамках казначейского исполнения бюджетов субъектов. Ведь у нас и Андрей Николаевич, который представляет Волгоградскую область, у них есть положительные примеры правильного бюджетного планирования консолидированных бюджетов субъектов. Почему мы сегодня снова возвращаемся к тому, что у нас нет диалога, и это отсутствие диалога породило общую составляющую, что мы вместе с вами конструктивно настроены лидеры общественного мнения, депутаты, неравнодушные граждане объединились с одной целью. Ведь у нас республика-то уникальная. Сегодня Роман Игоревич, проезжая республику, видя, что мы практически буддийский полуостров, который сегодня есть, и жемчужина Южного федерального округа, который говорит о толерантности и миросозидании, поэтому наша основная цель работать во благо граждан республики. И у меня сегодня действительно большая надежда, связанная с приездом Романа Игоревича, что все-таки эта общественная площадка заработает, она будет эффективной, и она будет, наверное, выражать те проблемные моменты, которые сегодня интересуют каждого из нас. Спасибо. И, конечно, я рад, что появляется еще одна площадка, на которой возможно не просто политикам, общественности, донести какие-то свои недовольства и видения какого-то там беззакония, коррупционных моментов, к тому же это же будет как раз-таки комитет по борьбе с коррупцией. потому что на самом деле те федеральные программы, которые идут, даже в ряде нацпроектов, зачастую местные власти выдают их за свои, за свои заслуги какие-то, а когда у них что-то не получается, они от этого хотят отстраниться. Поэтому, конечно, это все надо в процессе как раз-таки показывать, то, что федеральные программы это идет как бы сверху, а то, что местные власти должны делать и выбивать по своим, так сказать, полномочиям, за это они должны говорить там, то, что, так сказать, хвалить себя или там показывать там свою работу. А зачастую этого не выдается, они выдают эти нацпроекты за свои. Да, поэтому, конечно, если данный комитет даст такие возможности, чтобы вот именно в процессе, не так, то, что постфактум, когда власть сменилась региональная, начинаются какие-то посадки, которые в принципе гражданам, нашим землякам, они в принципе не облегчают какую-то там жизнь, они показывают на самом деле там вот постфактум, что оказывается те были коррупционеры, но они были. Надо показывать и то, и надо показывать в процессе, когда люди работают, когда совершаются эти коррупционные, наверное, преступления, в процессе останавливать и вовремя, так сказать, бить по рукам, да, предупреждать. И это все, конечно, только будет благодаря консолидации и политических сил, и общественности. Вот я всегда говорил и говорю то, что без сильного гражданского, активного гражданского общества, невозможная, наверное, эффективная работа местных региональных властей, потому что вот именно из-за неэффективности и прозрачности местных региональных властей складывается впечатление у граждан отрицательное к всей власти государства. Поэтому, конечно, абсолютно рад, то, что формируется такой комитет, да, потому что, ну, на самом деле, вот сейчас вот даже взять, в прошлый раз вот на круглом столе обсуждали то, что замеры там доверия к партии власти, я вот сам являюсь представителем партии «Единая Россия», да, но, к сожалению, уж объективно говорить, да, там они на самом деле очень низкие, да, там такого, наверное, низкого рейтинга не было никогда. Поэтому, конечно, надо смотреть правде в глаза и понимать, что сейчас вот доверие к партии власти и к самому правительству, наверное, рекордно низко из-за того, то, что именно региональные, так сказать, представители этой власти дискредитируют в целом и курс президента, и курс государственности, да, и тогда, наверное, вот и появляются, наверное, вот эти оппозиционные силы, которые пользуются этим, так сказать, дискредитирующим моментом, который создают люди на местах именно в регионах. у нас сейчас вот именно ситуация такова, да, мы видим вообще нестабильную работу кадровой политики в правительстве у нас. У нас идет постоянная чехарда, ну, не знаю, наверное, не было у нас ни одного месяца, где бы там не сняли, причем уже именно за последние полтора года вот именно людей, которых новых назначили и ставят другого человека, абсолютно непонятно, кто за что у них там тогда отвечает, какая ведется кадровая политика, да, назначают непонятных людей вообще без образования, без специализированного, да, без опыта работы и выдают их за каких-то там суперпрофессионалов, а потом подтихую просто так там спустя там полгода-год убирают и не говорят уже о том, что год назад они выдавали его там за суперспециалистов. Человек, возможно, уже успел наделать ошибки, которые реально влияют на жизнь обычных граждан. И тогда, конечно же, соответственно, у граждан, граждане не хотят понимать вот всей переплетенности вот этой политики, да, где-то вот именно вникать во всю работу, они хотят видеть вот результат, качество. А мы понимаем и видим то, что срывы нацпроектов и тому подобное. Поэтому я искренне рад и, конечно, возлагаю определенные надежды на данный комитет. Я так понимаю, конечно, это в первую очередь будет зависеть от самих людей на местах, от вовлеченности именно граждан в это общественное такое движение. И тогда действительно будет результат. Поэтому, Роман Игоревич, спасибо вам за именно создание такого движения. И, так сказать, я думаю, наши граждане будут, надеюсь, что будут активно участвовать в данном движении. А пришло время потому, что, к сожалению, например, наступило то, что мы ожидали и говорили об этом еще два года назад, значит, на уровне федеральной власти, на уровне, что на сегодняшний день, к сожалению, через определенное какое-то время мы это получим. К нам не прислушивались. И сегодня мы выражаем мнение не своих политических там парков, а сегодня мы выражаем мнение нашего населения, наших граждан. Они просто устали обращаться к муниципальной власти, значит, государственным структурам. Они безмолвные, они не получают ответа. И мы на сегодняшний день, получается, что мы взяли на себя роль трансляторов, которые сегодня вынуждены просто, вот, межфракционная группа обратилась напрямую к президенту. Почему? Потому, ситуация таким образом сложилась, и мы бы, если бы об этом не сказали, значит, к сожалению, например, может быть, и эта помощь не пришла бы. Я вам просто объясню, почему. Значит, на сессии в июне месяце, значит, зампред докладывает, мы, в общем-то, письмо написали. А получается, что письмо голова написала в августе месяце. Приняли решение, было принято, в ноябре месяце, деньги выделили в конце ноября. Начали закупку, вести, значит, помогать животноводству и так далее, значит. Вы мне извините, время-то уже ушло. И, к сожалению, итоги, вот, кстати, в мае месяце мы увидим, что мы получили. Они просто, люди не получают поддержку власти, значит. И мы просто, получается, вот это вот негодование, значит, недовольство наших граждан, значит, так, мы должны транслировать это уже на верхнем уровне, значит, или обращаться уже непосредственно, пользуясь тем, что мы являемся депутатами народного хорала, значит, так, руководительной фракции, уже напрямую, значит, обращаться и к исполнительному органу, значит, и главе республики. Поэтому в этом отношении, значит, это вынуждено. Мы сегодня, говорят, что мы там критикуем власть и все остальное. Да мы не критикуем власть, мы хотим помочь ей показать путь выхода из этой тупиковой ситуации, значит, почему? Потому что у нас есть опыт, многие, значит, у нас более 20 лет вообще занимаются политической работой, значит, и так, и в принципе, в общем-то, успешно еще и работают. Поэтому в этой ситуации, к сожалению, например, когда внутренний политик, как сегодня отметили мои коллеги, значит, у нас в республике не существует, и это между прочим, значит, так вот, скажем так, определяя не только мы, об этом говорят и на федеральном уровне, и прекрасно это понимают, значит, я хочу сказать своих у нас коллеги в Народном Урале, которые есть, значит, вообще во всех фракциях, значит, они говорят, что если глава сегодня, значит, так, не контактирует с высшим законодательным органом, значит, так, что он вообще собирается делать? Кто будет принимать законы? Изменения в законы, значит, методика применения, прекрасно знать, время быстро летит, мы в сжатые слоки, только взаимодействие можем принимать те законы или изменения в закон приносить для того, чтобы принимать какие-то экстренные решения. Ситуация такая. Поэтому, на мой взгляд, мне кажется, сегодня это вторая наша встреча, значит, такие встречи дают возможность нам высказать свое мнение, и не свое личное, я еще раз повторяю, а это мнение большинства людей, с которыми мы встречаемся. Вот просто слегка мне примеров, значит, вот возьмите, в ВГС сейчас, да, ситуация сложилась, тоже, скажем так, не простая на сегодняшний день, и ГС тоже, депутат ГС тоже, так сказать, просыпается и смотрит, что все-таки многие вещи неправильно делаются. Возьмите ситуацию в Алцинхута, значит, в сельском муниципальном развале, значит, так, где люди сегодня, значит, возмутились вот тем, значит, спокойствием, или наоборот, тем давлением, которое людям на сегодня оказывают, значит, отрезали от тех, от их паев, которые, Верховный суд Российской Федерации, значит, решение в их пользу, и на сегодняшний день у них не получается, потому что местная власть давит на них, какими-то ухищрениями, значит, так, не хочет отдавать эти паи. И, кстати, я еще хочу сказать, не только, в Юсинском районе есть такие ситуации, когда люди просто возмущены. Вот посмотрите, сейчас вот, получают, буквально недавно, значит, так, прокуратура, это самое, республика Калмыкия вынуждена, значит, там живется Малцинхота, значит, когда около 100 голов, значит, так они в одну яму свалили, и все. Но вы поймите, это вот они где-то нашли. А по степи сколько трупов валяется? Вот примерно, значит, за Волгой на сегодняшний день, где, значит, выгнали скот со степи, со степной части республики, значит, за Волгу, чтобы он там сохранить. Но, к сожалению, там в грязи, значит, они там погибли, значит, все эти трупы валяются до сих пор. А это заповедная зона, кстати. Кто об этом сегодня, где ветеринарный комитет, где ветеринары, где правительство республики Калмыкия, которая сегодня должна дать команду, значит, но люди-то возмущаются, какие-то вопросы эти порешают. Поэтому, значит, мы просто вынуждены транслировать те негодования, значит, которые люди сегодня нам говорят и через нас транслируют. Спасибо. Когда нету диалога, да, и когда, допустим, власть как-то отгородилась от проблем и не слышит, а хочет слышать только то, что ей удобно, ну, тогда это может иметь вот такие формы, какие мы наблюдаем за последние два года, наверное, да, когда у нас относительно спокойная была политическая ситуация в регионе, и очень резко вырос, как сказать, протестное население, протестное настроение, и рост протестных настроений связан с тем, что люди разочаровались, они уже устали ждать, устали верить, надеяться, и когда пришел, допустим, известный спортсмен, у которого был хороший такой бэкграунд, у него очень была действительно поддержка, как у спортсмена, то многие поверили, что будут какие-то изменения, что-то изменится, будет уже диалог с населением, ну, ничего не поменялось, пошли какие-то непонятные кадровые назначения, и первыми разочаровались это молодежь, но их можно понять, потому что молодое поколение, оно действительно в тяжелой ситуации здесь находится, у нас большой отток населения, только из-за того, что много специалистов, которые не могут себя здесь найти, реализовать, я в силу определенных обстоятельств сам в свое время был вынужден уехать, чтобы найти себя как специалиста, и ну, просто банально прокормить свою семью, поэтому я не понаслышке знаю эти проблемы, самая большая проблема в Калмыкии это миграция, миграция это риски несет такие системные, потому что при такой большой площади населения, площади территории, да, у нас большой отток населения, у нас как сказать, численность населения, если исходить из территории, где-то три с половиной человека на квадратный километр, рядом находится у нас республика Дагестан, где самая высокая численность населения, там 69-70 плотность населения на квадратный километр, миграция, она такая проблема, почему я хочу на ней заострить внимание, эти же территории, они не будут пустовать, они будут заселяться, и заселяться они будут, как сказать, ну, в силу экономических уже причин, жителям соседних регионов, в частности, Дагестана. Вот я общался, я возглавлял несколько лет в Москве калмыцкое землячество, я общался с руководителем землячества дагестанского в Калмыкии, извиняюсь, я уже не помню, как его зовут, но он мне привел такую цифру, по его подсчетам в Калмыкии проживает на тот момент это 16-й год, наверное, по его подсчетам проживал где-то около 20 тысяч человек, то есть с учетом того, что в республике вообще численность населения официальная где-то 240, 270, да, с учетом того, что у нас миграция текущая, то есть у нас часть населения постоянно она не живет, ну я думаю где-то около 200 человек и большая доля пришлого населения, а не коренного, ну это такая очень мина замедленного действия, да, и с учетом того, что республика была относительно как бы спокойная при всем, при всех проблемах социально-экономических у нас была политически стабильная ситуация, сейчас идет полная дестабилизация и у нас полный развал органов управления, из-за полной некомпетентности и провалов, то есть здесь уже не до экономики, здесь банально банально стоит задача не потерять окончательно нить управления, систему управления, система управления она разрушена, и поэтому с учетом того, что географически мы занимаем ключевое положение в регионе, Калмыкия фактически это буфер, я скажу открыто, мы граничим не северо-кавказским регионом, мы граничим территориально с многомиллиардным исламским миром, и поэтому допускать дальнейшую дестабилизацию, но это чревато. Здесь в первую очередь надо прежде чем какую-то там реализовывать какие-то экономические проекты, там много разговоров про такой крупный проект, как порт, строительство, еще что-нибудь, надо стабилизировать политическую ситуацию. Политическая ситуация без компетентного руководства, которое будет понимать хорошо проблематику регионную, но она невозможна. Поэтому мое мнение такое, что в нашей ситуации то, что появилась возможность через межфракционную группу, через какой-то диалог связанный с политологами, выражать мнение и настроение нашего населения, это немаловажно. Потому что если мы будем дальше не слышать и дальше продолжать игнорировать, то это может принять такие формы совсем не парламентские. Уважаемые коллеги, ну, наверное, ни для кого не секрет, что 2021 год у нас ожидается большая выборная кампания, это выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Ну, вы знаете, что недавно у нас произошло выборы Центральной Избирательной Комиссии, Элла Панфилова стала вновь председателем Центральной Избирательной Комиссии. Более того, вы знаете о том, что ряд изменений внесены в избирательное право. Мы ожидаем на сегодняшний день после указа президента примут или не примут решение, но, скорее всего, я полагаю так, что примут решение, что мы будем голосовать три дня. Трехдневное голосование уже было опробировано во время изменения внесения в Конституцию Российской Федерации для власти, для тех, кто занимается выборной кампанией, она прошла якобы успешно. Хотя они опробировали ряд моментов, которые на сегодняшний день являются незаконными, нарушения закона, но, тем не менее, я хотел бы предупредить всех о том, что эти нарушения будут повторяться во время выборной кампании 2021 года. Я хочу остановиться просто на выборах Республики Калмыкия. С учетом общественно-политической ситуации, которая сложилась у нас сегодня в Республике, сказать о том, что выборы для одной из партий пройдут успешно, я бы такие итоги не подводил заранее. Есть все предпосылки возможности, к сожалению, для этой партии в Республике Калмыкия победить не получится. Почему? Потому что, к сожалению, такая социология, хоть у нас сегодня говорят, что у них промоют 30% или 35% и все остальное, но мы знаем социологию другую, которая закрытая для всей общественности, она говорит совершенно о другом, что в такой ситуации, если, конечно, будем говорить так, не появятся какие-то экстраординарные какие-то вещи, какой-то приедет человек, условно говоря, с федерального центра, который возглавит, будем говорить, скажем, предвыборную эту компанию, изменений никаких не предстоит. Более того, хочу сказать, сегодня и республиканская избирательная комиссия готовится к этим выборам, на сегодняшний день одним из причин не допустить, значит, оппозиционных участковых с избирательной комиссией решающим голосом, это, значит, они придумали, если у вас не будет вакцинации, справку не принесете, не принесете, значит, мы к вас выборам не допустим. Вот и все. Ну, с учетом того, вы знаете, в общем-то, не все хотят вакцинироваться, да, есть там предубеждения и религиозного характера вносить, и есть и другие, значит, причины, чтобы, например, условно говоря, болеть человек, и, в принципе, ему вакцинироваться, в общем-то, нельзя, в России не рекомендуют. Поэтому, вот такая ситуация, она может случиться. Значит, более того, апробирована, значит, ситуация во время выборной кампании, значит, вскрытие сейф-пакетов, а в ночное время, значит, так, и менять, бюллетени. Это зафиксировано официально, значит, у нас в республике. Единственное, там просто человек, который это зафиксировал, он просто не захотел идти, значит, в суд и, как бы, проясняться, потому что он боится за своих, значит, близких родственников и не захотел просто идти. Поэтому вот такая ситуация, она может сложиться и, естественно, конечно, на сегодняшний день отрабатывается система закрытых учреждений, в которых будут голосовать, закрытое голосование будет, ну, значит, имеет сюда это и воинские части, и больницы, значит, психо-неурологический диспансер, в котором, значит, очень много людей, 150 человек почти работает, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в принципе, вот эта вот подготовка, которая на сегодняшний день идет, а это идет, значит, в нарушение, значит, и закона по выборам, это говорит о том, что власть и те люди, которые сегодня имеют в виду республиканские бюджетные комиссии, она не уверена, если честно, открыто голосовать, что они выиграют. Потом, в принципе, я высказываю мнение межфракционной группы, значит, наших экспортов, которая сегодня работает на территории республики, значит, так, и не только, значит, местных экспертов, а людей, которые, значит, и внешних, которые сегодня транслируют эти вещи, и в инстаграме, значит, и в средствах массовой информации о том, что в республике Калмыкии будут очень сложные, очень сложные выборы, и для людей, которые будут проводить эти выборы, и для государственной власти, которая отвечает, будем говорить, за выборы, значит, так, вот, для них очень, такой экзамен будет. Выдержат они или нет, я считаю, что вряд ли у них это все получится. Но одна из причин, которая не получится, я должен озвучить. Это в том случае, если, будем говорить так, группа, значит, политических партий, общественных движений, будем говорить так, выдадут наверх, согласовав одну единственную кандидатуру, которая будет представлять всех. То есть, на сегодняшний день мы работу такую ведем, я не скрываю этого, мы ведем такую работу, значит, вот, есть подвижки, хочу сказать, значит, есть консультации и с московскими нашими, значит, земляками, есть консультации, значит, с другими партиями. К сожалению, я хочу сказать, что не всегда мы находим общий язык, это надо объективно признать, потому что, вы знаете, цели и задачи у политических партий существуют разные, и, естественно, конечно, так сказать, относиться к этому нормально, почему? Потому что не всегда все совпадает, понимаете? У нас сегодня есть совпадение в одном, что сегодня для республики наступил тот момент, та черта, после которой, значит, мы просто-напросто не сможем поднять экономику, значит, и просто люди разуверятся не только во власти, и сегодня, я говорю, в политических, значит, партиях и так далее, значит, люди вообще разочаруются, вообще разочаруются, сказать, они вообще никуда не будут ходить ни на выборы и никуда, а если человек не пошел на выборы, значит, вы прекрасно об этом знаете, что за него проголосуют другие люди, вот к чему, в принципе, сегодня может привести. Я бы не хотел заканчивать свое выступление, так скажем, на пессимической ноте, значит, на мой взгляд, сегодня в республике Калмыкия сложилось мнение наших избирателей и нашего населения, что так дальше жить нельзя. И на мой взгляд, сегодня ситуация таким образом сложилась, что надеюсь, я надеюсь, что люди придут, люди придут и проголосуют, потому что они созрели для того, чтобы принять свое личное, собственное решение. И важно, чтобы мы этих людей, значит, разбудили, провели, значит, и объяснили им, что необходимости приходить на участки, значит, и голосовать. Это вот наша задача с вами, не только коммунистов, это задача всех общественно-политических сил, чтобы тогда вот выборы, действительно, и, вернее, наша задача, значит, проконтролировать эти выборы, значит, а, естественно, люди, которые придут, чтобы они знали, что их голоса не вышли куда-то там, в бездну куда-то, и они, в принципе, остались при своих мнениях. Вот это вот наша первая задача. Я думаю, что у нас это большая работа, но у нас должно с вами получиться. Спасибо. Немножко хотелось бы возразить. Ну, во-первых, задачи у партии, если мы касаемся выборов, одинаковые абсолютно, это победить, никаких других задач у них не ставится. Поэтому 19 сентября у всех будет одна задача. Есть также и у меня большие сомнения вот в плане Пеньков и всего остального. Да, естественно, но, как говорил Марк Твен, если бы выборы были честными, то выборы бы давно отменили. Естественно, будут фальсификации, естественно, будут пеньки, естественно, все это будет, потому что в Кремле тоже не дураки. Ребята сидят и сидят и думают, как, в общем-то, обеспечить партии власти победу. Да, не всегда это будет, скажем так, законодательно, но у избирателей всегда есть два выхода. либо пойти на избирательный участок, либо пойти на улицу. Вот Калмыкия в этом отношении для меня представляет, скажем так, более опасный регион, например, чем какой-либо другой в средней полосе, потому что вот те протестные настроения, которые здесь уже бурлят, как в котле, в котором что-то варится, конечно, они вызывают очень-очень большие опасения. Более того, что национальные республики у нас, как правило, очень живо реагируют на все несправедливости, если вы вспомните события последнего года, это и события в Башкирии, и события в Бурятии, да и в Калмыкии тоже. Поэтому я не думаю, что если у власти не хватит мозгов, то мы получим улицу. Я думаю, улицу как раз наша задача образования этого комитета избежать улицы, избежать хаоса, избежать ненужных протестных, а не нужны протестные настроения, нужны при любой власти, это правильно. Не может быть так, чтобы их не было, но формы их изъявления должны быть совершенно разные. Именно с этой целью и образован комитет, с целью, скажем так, дать надежду людям не идти на баррикады, а работать в каком-то более-менее правовом поле. Человек не должен чувствовать себя на диване одиноком, а вот с помощью комитета как раз он должен понимать, что он не один в стране. Если комитет объединит достаточное количество людей, достаточное количество регионов, поверьте мне, на этот ресурс можно будет опереться и партиям любого окраса, начиная от единой России, кончая КПРФ, и людям простым, которые живут в той же Калмыкии, в той же Башкирии, в той же я не знаю, в любом другом регионе, как помните фильм Чапаев, куда же крестьянину податься? Вот я отвечаю на этот вопрос, всем известный, податься нужно в комитет, потому что в противном случае тогда ему нужно будет подаваться в оппозицию, просто так в сегодняшней ситуации отлежаться на диване все равно не получится, потому что на улицу избирателя погонит не только приверженность той или иной партии, а на улицу избирателя погонит пандемия, на улицу избирателя погонит ухудшение социального положения, много, много, много чего, вот на задачи комитета, задачи вашего республиканского комитета объединить здоровые силы республики для того, чтобы у вас котел прекратил кипеть, уже, я думаю, здесь нужно успокаивать ситуацию, республика должна жить свободно, вот как-то так вот. У меня несправедливость, я захотел, вот как говорится, прихожу я в комитет, пишу заявление, дальше что? Вот как это будет? Очень просто, очень просто, я вам могу сказать, это не придумка, которая была придумана, например, к выборам в Госдуму или еще пилотный проект был испробован в 2012 году на выборах президента и он в Московской области. Второй раз этот проект как пилотный был запущен в Свердловской области в 2016 году, и там, и там мы получили позитивные результаты, и там, и там люди, простые люди, да, ведь идея комитета, просто их много создается, поддержки президента, они создаются под каждые выборы и после этого благополучно затухают. Нет, здесь идея совершенно другая, здесь идея, во-первых, это постоянно действующий орган общественный, который будет действовать до 2024 года минимум, минимум, то есть до следующих твердов. второе, то, что выдавая удостоверение члена комитета, именно выдавая удостоверение, человек получает определенную защиту, и вот то бесправие местных низков, там, на уровне каких-нибудь муниципалитетов, сельских образований, я не знаю, милиционера-гаишника, там, я не знаю, там, врача-коррупционера или еще что, вот как раз вот это удостоверение будет его защищать, человеку уже нельзя будет просто от него отмахнуться, как от простой человеческой единицы, потому что человек придет в республиканский комитет, скажет, ребят, защитите меня, защитите, вот меня там обидели, там обиделись, и комитет встанет, и чем больше в этом комитете будет членов этого комитета, я имею в виду, если брать даже ту же калмыкию, то, естественно, люди будут знать, что за ними стоят люди, не он один в поле воин, а их много, и вот этим самым мы даем возможность человеку, во-первых, бороться с несправедливостью, во-вторых, защищать свои какие-то гражданские права, в-третьих, выражать свою гражданскую позицию, и в-четвертых, в конце концов, бороться за улучшение жизни в том или ином регионе, все очень просто, тут не надо усложнять, поэтому, почему мы, скажем так, вот и я, меня же тоже, скажем так, я долго думал на том, чтобы работать в этом комитете, но то, что идея комитета идет снизу, а не от губернатора, от общественной палаты, или от какой-нибудь администрации, президента, это все было, это все затухает на верхнем уровне, а когда идет снизу, вспомните, вот мы все время приводим этот пример, как в Томске три парня взяли и образовали бессмертный полку, потом поднялась и сейчас страна объединилась, вот вы видите миллионы, здесь будет примерно то же самое, люди должны объединиться, сказать, да, мы за, вот мы за, я за, мой сосед за, мой брат за, мы за, есть люди, кто против, у них тоже, они имеют право на это, вот мы и посмотрим, кто за, кто против. Выборы в Государственную Думу единственная проблема будет, для нас, для общественников, ну, для нас цель это честные выборы, да, и чтобы провести честные выборы, необходимо наблюдение организовать, чем мы уже с 1 мая будем заниматься, непосредственно обучением наблюдателей. Люди у нас, ну, говорят, наши на местах люди говорят, что предоставят нам людей, чтобы накрыть все 239 участков, где бы есть, по 2, по 3, по 2, по 3 человека, думаю, у нас будет, и нам сейчас с 1 мая, ну, после майских праздников мы начинаем проводить обучение, наблюдать. Единственная проблема, единственная проблема, это трехдневное голосование, о чем Николай Денич уже озвучил, да, и вот как сейчас Николай Денич тоже уже сказал, что проводятся переговоры по определению единого кандидата, да, если сегодня межфакционная группа у нас так ведет за собой общественные, ну, общественные политические силы, то, что они на сегодня являются теми лидерами, которые действительно объединились с целью, да, с целью развития интересов, в интересах и в истинных интересах республики, это уже говорит о том, что, ну, член, представитель межфакционной группы, кандидат межфакционной группы, уже имеет возможность для того, чтобы стать девоподатом Государственной Думы, если мы выдвинем единого кандидата, то у нас будут шансы, да, вот так вот, то, что касается, мы анонсировали конкурс, конкурс народный избранник, у нас активный избирательный браун, да, быть избранным, не очень много желающих, но, я думаю, мы все равно проведем, чуть сроки это двинем, и опять же, в мае, ну, скорее всего, это вместе стартанет вместе с правильностью Единой России, пойдет параллельно, скорее всего, насколько у нас избирательным активным избирательным правом никто не хочет пользоваться, всем спасибо. Что? В Халмыкии другая проблема, в Халмыкии будет еще определяться территориальная составляющая. Нет, мы говорим про одномандат. А вот в какую территориальную группу вы войдете, это еще большой. Мы согласны, мы говорим об одномандатном, по одномандатному округу, по кандидатам. Но для нас, например, для общественности, то, что там, ну, я скажу сейчас от себя, то, что там будет твориться в Кремле, для нас, для населения, есть ли депутат у нас Государственной Думы или нет, для нас никакой разницы не играет. У нас есть четыре представителя федерального собрания. Это два представителя Совета Федерации, два депутата. На сегодня у нас, опять же, я возвращаюсь к губернатору, глава Республики Калмыки не может составить конструктивный диалог. Для нас, как для населения, ну, мы, я знаю, что ни депутат, ни представитель Совета Федерации не может пролоббировать какой-то закон для Республики Калмыки, чтобы резко всем Калмыкам стало хорошо. Правильно же? И мы это понимаем. Здесь необходимо понимать, что депутаты или представители Совета Федерации, то есть наши люди в Кремле должны обладать определенными лоббистскими качествами. Один, два проекта, вот четыре человека по согласованию с губернатором. Это будет хорошо. В связи с этим, я думаю, как общество, если у нас будет человек, обладающий такими связями и лоббистскими качествами, то мы все пойдем и добровольно за него проголосуем. И не будет здесь вопрос о его партийной принадлежности. Вот так вот. Если нам, вот нам, совместно с межфорционной группой, удастся выдвинуть кандидатуру, которая это сможет сделать, но я опять же по одномандатному, то я думаю, проблем не будет, поскольку реально для нас, для калмыков, в калмыкии, этот статус ни о чем нехорошо, ни о чем. Но все равно для нас, для меня, как для общественника, это выборы, это очередная возможность на нашем гражданам проявить свою гражданскую позицию. Мы уже два года обучаем наше население правам, что мы должны их защищать, выражать свои позиции. А выборы это непосредственно то действие, где мы должны показать. Потому что право выбора, мы уже сколько говорим, оно должно быть священным, поскольку мы всегда выбираем, каждый день сталкиваемся с выбором, что одеть, что поесть, куда сходить. Когда у нас ставится вопрос, кто будет управлять территорией, на которой ты проживаешь, будь то сельско-муниципальный, районно-муниципальное образование, или республика, мы забываем и говорим, а, там, за нас кто-нибудь досходит. Но учитывая у нас сложную, как сказал Андрей Николаевич, острую политическую ситуацию, то, что у нас, да, даже так и говорят, что политика сама пришла в дом, а не мы пошли в политику, то я думаю, то, что у нас население готово проголосовать, останется только провести правильное наблюдение. То есть явка может быть будет. То есть большой процент вероят, что явка будет и будет хороший. И я вот сейчас пользуясь случаем, еще раз обращаюсь, что необходимо нам всем пройти на выбор и сделать свой выбор. Уже ни за кого не агитируя, чтобы потом, потом никто не говорил, что там кто-то поддел или что-то воспользовался моим голосом, поскольку на сегодня мы результаты выборов для нас это наши губернаторы, это наша власть, то есть наши результаты наших действий, то есть нехождение на выборы, мы знаем, что выборы были не конкурентными у нас, что касается предыдущих двух глав, когда убрали двух достойных, конкурентно-способных анидатов, то есть это результат наших действий самого населения, из-за этого у нас просто задача научить людей правильно выбирать достойных людей, вот так вот, и Государственная Дума, вы выбрали Государственную Думу, на сегодня для нас еще такая возможность, если мы наберем действительно тысячи человек для наблюдения, то это будет для нас очень замечательный показатель, очень замечательный, на этом у меня все. Значит, только одна партия на территории республики имеет право выдвигать и побеждать, это партия власти, естественно, конечно, в принципе, конечно, мы ломаем эту ситуацию, прекрасно, если вы следите за ситуацией, вы прекрасно знаете, что мы и выиграем в некоторых районах муниципальных образований, у нас мощная есть поддержка, и одна такая, значит, проблема, это, естественно, конечно, проблема не только в Российской Федерации, как вы сказали, отметили, это вообще во всем мире, где существуют политические партии, это, естественно, контроль и наблюдение за людей, то есть, а в национальных республиках, вы прекрасно знаете, в Российской Федерации, о том, что за этим отслеживаются, значит, властные структуры, значит, и в том числе и силовые структуры, в том числе и суд, будем говорить так, поэтому в этой ситуации мы просто вынуждены, у нас нет выхода, просто вынуждены, значит, собраться и сегодня выдвигать одну конъюнитуру, конечно, в Москве, я не скажу, что это одобряет, но у нас, например, с пониманием относятся к тому, что, к сожалению, сложилась у вас такая ситуация, и вам надо каким-то образом вот это вот негодование людское, которое сегодня идет, его необходимо, значит, направить, направить в то русло, которое бы они хотели бы увидеть, услышать, и вот это вот, получить результат, когда-нибудь это разрешит сантьюр. И, естественно, конечно, они обращают внимание, когда же вы придете к единому согласию. Всем политическим партиям они об этом говорят. Это население говорит нам. И здесь мы пришли к тому, что нам надо значить свои хотелки, которые у нас есть, убрать, убрать партийные, будем говорить, да? А поддержать вот то, что люди нам говорят сегодня. В конце концов, когда, и мы услышали, услышали сегодня, я хочу сказать, что и в апреле месяц, то есть в прошлом году, я объявил о том, что мы готовы сегодня консолидироваться, значит, поддержать единого кандидата, чтобы республику представлял достойный человек, который избрал, значит, действительно люди избрали. И я почему так письменно настроен, к сожалению, ну, сегодня, я еще раз говорю, к сожалению, вполне возможно, что выборы пройдут горячие, будем говорить так, очень горячие будут выборы. Спасибо. Ну, я бы не стал так отважно говорить, что у нас сплошь будут подтасовки и так далее. Они могут быть, то там, то сям, где есть преданные местной администрации, руководители избирательной комиссии, такое бывает. Но ставить этого главу угла я бы все-таки не стал. Здесь я просто, может быть, Бонча Николаевич, помните, у нас, когда был прошлый круглый стол, тогда я немножко говорил о том исследовании социологическом, которое наш институт проводил в январе месяце, ну, уже, правда, прошло, уже, читайте, два месяца, вот, с лишним, с небольшим, но на январь месяц, когда мы стали проводить соцзапрос, там был один из вопросов, за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проводились в это ближайшее воскресенье, в общей сложности из тех, кто планировал прийти на выборы, это 60, где-то порядка 62%, вот, тех, кто обязательно придут, и кто, скорее всего, придут. Из этого числа где-то четверть всех, то есть 25%, сказали, что проголосуем за единую Россию, где-то 8, каждый 8, это 12,5%, сказали, что проголосуют за справедливую Россию, и каждый 9, это порядка 11,1%, сказали, что будут голосовать за КПРФ, то есть все вместе в сумме это 50%, на остальные там 10 с небольшим процентов, это если взять абсолютную величину, будут либо голосовать по чуть-чуть там за другие партии, либо пока еще не решили как что, но это были данные на февраль месяц, и все зависит от того, как пройдут выборы в Госдуму, все будет зависеть от того, как партии, в какой степени активности они будут заниматься предвыборной работой, если какая-то из партий проявит большую активность, а здесь пока что в более выгодном положении отличается этим Единая Россия, потому что где-то порядка Ну да, вот, то есть здесь я бы не стал так категорически утверждать о том, что вот много соцопросов проводится, вот как говорил Николай Ирнеевич, что есть и закрытые и так далее, вот у нас такие сведения у других такие, да, каждый может проводить соцопрос так, как ему выгодно, и у каждого будет свое мнение. Но у нас институт хоть и государственное предприятие бюджетное, но мы, вот, коллега даст подтвердить, как раз они, социологи, делают эти опросы, мы всегда придерживаемся нейтральных позиций, потому что для нас главная истина. и здесь пока что я все-таки в большей степени ставлю на единую Россию, потому что она более упорядоченно работает с населением. Конечно, у нее есть один крупный просчет, это пенсионная реформа, это то, что ей пока что не может простить значительное количество пожилых людей, предпенсионеров, но молодежь, она уже не так смотрит на эти вещи, поэтому в принципе скорее всего будет так скажем я уж не буду говорить на сколько процентов там Единая Россия будет побеждать, но по нашим исследованиям это так. Выборы депутата Государственной Думы люди выбирают не партию, выбирают конкретного человека. Тем более по одномандатному округу тем более ну я думаю что результаты калмыцких калмыцкого электората в масштабах тех регионов к кому мы будем присоединены они там будут там не менее может быть 5% будут составлять поэтому результаты в Калмыкии не настолько важны для многомандатного округа. А что касается относительно одномандатного округа в Калмыкии я думаю что люди на выборах депутата Государственного выбирают персонали конкретного человека и будут голосовать за конкретного человека. Если партии власти не получится то о чем говорил Арслан Борисович что не получится представить предъявить нормального кандидата а я насколько знаю что там идет человек который в Калмыкии не живет в Калмыкии отношения практически не имеет то есть только в последнее время стал приезжать конечно это заслуженный человек но на сегодняшний день ситуация такова что люди хотят видеть ну по крайней мере те с кем я общаюсь хотят видеть человека который живет с ними вместе здесь живет их заботами живет их проблемами вместе с ними эти все проблемы преодолевает и готов и сможет им как-то помочь будут голосовать за человека который слышит их проблемы знает их проблемы и сможет ими эти проблемы как-то решать поэтому то что говорил Николай Вернеевич относительно того что будет единый кандидат от оппозиционных сил я думаю что если этот человек будет действительно заслуженный действительно человек который людям знаком которому люди уважают у которого есть авторитет то люди проголосуют за него мы много раз калмыкии в разных компаниях по выиграм депутата государственного дома видели этот процесс я помню были выборы когда помните была Александра Буратаева там же Кремль ставил на одну кандидатуру а прошла другая хотя тогда власть была гораздо сильнее в республике она могла продавливать свои решения любые практически тогда и правоохранительные органы все были как бы на стороне власти действующей тогда просто мы же национальная республика люди проголосовали за девушку которая по национальности была колонечкой но это не секрет поэтому поэтому здесь на выборах текущих которые будут выборы в Государственную Думу в сентябре люди будут голосовать за персонали за конкретного человека за человека который сможет людям дать надежду люди устали уже просто действительно устали от видеть в Государственной Думе Совете Федерации людей которых они там видеть вообще просто не хотят они их не видят не знают поэтому здесь будет борьба за персональ если найдется действительно такой человек который сможет людей вдохновить он и победит а я думаю что если такой человек найдется то под него найдутся и наблюдатели и финансиры финансы найдутся под это дело и люди вложатся что я сегодня услышал услышал то что в республике идут определенные экономические процессы осваиваются субсидии реализуются федеральные программы и какая основная проблема здесь была обозначена то что отсутствует контроль за этими процессами недостаточно общественников чтобы охватить все вопросы недостаточно партийного контроля парламентского контроля за этими процессами и для того чтобы это все реализовать мы вам предложили инструмент в виде комитета в заключение позвольте мне озвучить решение центрального аппарата комитета и вручить удостоверение председателя республиканского комитета Бакиновой Солгар Александровне спасибо спасибо